Итак, дорогие мои подписчики, вторая часть встречи с давним-давним своим другом Анатолием Шепелем, которого я сейчас попрошу, если это возможно, вернуться мысленно в январь, страшно даже сказать, 1974 год. Динамо, Киев. Толя переезжает сюда из Одессы, из Черноморца, где он герой, кумир, установивший фантастический рекорд, забивший 38 голов только в матчах, а кубок, еще 5 голов кубковых в одном году, в одном сезоне. Но Динамо, Киев, которая ставит фактически тренерский эксперимент. Два главных тренера. Называю их в алфавитном порядке. Олег Базилевич, дай Боже ему здоровья, и Валерий Лобановский, царство ему небесное. И я задаю вопрос Шепелю. Постараться вспомнить вот этот тренерский тандем и тренера Олега Базилевича. Анатолий Шепель. Вспоминать, я думаю, это часть моей жизни. И вопрос в том, что сложности в том, что вспомнить, я так не скажу, я скажу, что это часть моей жизни, когда входит, и ты встречаешься с теми людьми, которыми ты должен встретиться, потому что судьба любого человека расписана, в принципе, давным-давно. И я думаю, что человек всегда находится в том месте. И в то время, судьбу которого Господь уже давно расписал. Что касается алгоритета тандема. Ну, если их взять по национальности, ну, это первое. В том сюжете, что я смотрел, что, в принципе, Олег Петрович не договорил. Это национальность киевляне. И они начинали детский футбол с киевского детского футбола. И проходили уже там, в школу. Но, в принципе, та солидарность, которая существовала у киевлян, это однозначно в том, что их взгляды на футбол, конечно, разнились в чем-то. Но само структурирование, конечно, было близко. В чем различие этих двух человек? Ну, в принципе, я вам скажу, приведу пример, что английский язык в свое время в школе учили не потому, что мне нравился этот язык. Я до сих пор не понимаю, я восхищаюсь одним языком, русским языком. Это язык Гоголя, Толстого, Куприна. Так уместно, в принципе, будет сказать о них в отдельности. Вот, если вы помните, в наше юношество все слушали группу Битлз. Но и потом эта группа распадается. И Леном работает один, Маккартный работает один. Но есть впечатление после этого тандема, что Маккартный отличался плодовитостью. Но Леному стоило поменять две-три ноты, и это звучало гениально. Я думаю, это тот случай, когда два человека сошлись в том времени и в том месте, в котором они должны были сойтись. А что касается исторической части, ну, я вам скажу, Василич и Базилевич на древнем языке это созвучные, это близкие синонимы слова. Поэтому, в принципе, по судьбе они должны были встретиться. А вот что касается их совместной продуктивности, здесь, конечно, нюансы были. Конечно, Василич организатор, конечно, он менеджер. Но у Петровича для меня была одна привлекательная вещь, что, в принципе, есть футбольные вещи, которые он выражался в таком интеллигентном стиле, которое, в принципе, до него я только встречал у нескольких трениров. Это да. Это, в принципе, оно и должно было состояться. Я вам скажу, я не знаю, насколько они потеряли и он, Петрович и Василич, что, в принципе, их пути разошлись. Я думаю, их продуктивность шагнула бы еще на несколько порядков выше, если бы они не по жизни, а по тренерской стезе еще прошли чуть-чуть хотя бы вместе. Спасибо, Толенька, потому что вы воссоздали сейчас действительно вот ту ситуацию, которую на себе испытали в эти знаковые два сезона. Лучшие сезоны Динамо Киев. Но сейчас я хочу обратиться к Шепелю сегодняшнему, академику, генерал-лейтенанту, возглавляющему один из серьезных комитетов в Международном комитете по защите прав человека, основной офис которого в Страсбурге. И этим много сказано. Я хочу вот с позиции, с дистанции времени, чтобы вы вот с моей точки зрения дали оценку этому неординарному тренеру, ученому, который фактически был родоначальником вот этой системы, которую именуют, начали именовать в силу многих причин, что система Лобановского, потом уточняя, что это система и Базилевича, и Зеленцова. Но я хочу, чтобы вы сказали о моем друге Олеге Базилевиче, который родился, вдумайтесь, 6 июля 1938 года. Сейчас, как известно, тяжелейшее заболевание, болезнь Паркинсона. И дай Бог ему здоровья, Олегу Базилевичу, 79. Ну, 79, и отлично, Дай Викторович. Я хочу сделать несколько поправок, чтобы, в принципе, научные открытия, научные разработки, в принципе, они осуществляются после того, как ты овладеваешь тем, что наработали до тебя. И, в принципе, я бы это сказал о футболе. Олег Петрович упорядочил многие вещи, которые делались до него. Но упорядочил в такой форме, что иногда многие не понимали, чего же он хочет. Поэтому у Петровича одна была слабина, я считаю, слабина не для него, а для тех, кто оппонировал к нему. Суть заключалась в том, что многие вещи требовали расшифровки. А он, как молодой человек, я думаю, вы, наверное, помните. Я, в принципе, всегда был в восторге от того, как Хмельницкий, я учился у них, и Базилевич играли головой. Когда он меня спрашивает, что значит играли головой, я говорю, ну, сейчас в Киевском Динамо, это поколение, бьет головой. А тогда играли головой. Это разные вещи. Поэтому, возвращаясь к этому всему, конечно, оно должно было состояться. Но то, что наработано, как вы говорите, Петровичем, я недавно встречался за кафедрой футбола, Валерием Николаенко, и он, в принципе, я говорю, ты знаешь, что Базилевича? Динамо говорит, да, да, я знаю, знаю. Мы же с ним вместе работали. Я говорю, а ты как считаешь? Ну, конечно, говорит, я с ним поработал сегодня, я уже доктор наук. Если это, достаточно впечатляет. А возвращаясь к его работе. Вы понимаете, всегда первооткрывателем очень сложно, если ты первооткрыватель. А теперь вопрос, я задам вопрос к вам. Почему они состоялись? Потому что нужно было вводить что-то новое. Потому что был Бесков, потому что был Севедов, потому что был Алискеров. И, к моему счастью, с этими людьми я работал, и абсолютно разные школы. И которых надо было обыгрывать киевскому «Динамо» под руководством «Тандема». Да, дело в том, что да, обыграют и обыграют, но вы понимаете, отношения между ними были коллегиальные, между всеми тренерами. Не было той неприязни, то, что я вижу сегодня. Не было того, что происходит сегодня. Потому что существовала дружба коллегиальная. И, в принципе, если ты выиграл у «Спартака» или «Спартак» выиграл у Киева, они настолько были интеллигентны, они этим не кичились. И в интервью, которое они давали, они говорили очень просто и кратко. Да, сегодня мы сильнее. Это было достаточно, чтобы понять их состояние. Потому что уже к следующему разу нужно опять готовиться. Так вот, что касается Олега Петровича, Базилевича, в принципе, не существовали, так как и в Аляске, золотые прииски. Это было повсеместно. Но найти золотой прииски, вовремя его застолбить, я вам скажу, это только делали профессионалы, которые знали структуру земли, геологические разведки. И кто обладал этими знаниями, потом, как бы этим людям не завидовались, но они, я перевожу золото на знания, знания, которые получали. И то, что тобой застолблено, она встанется вместе с тобой. Поэтому хочу сказать, что касается Олега Петровича. Мы всегда, когда человек болеет, желаем здоровья. Я хочу сказать одно. Я думаю, это будет по-киевски, что, в принципе, человек живет, пока он находится в нашей памяти. Это первое. А второе, передать Олегу Петровичу, что, невзирая на все несгоды, на все болезни, он должен знать, что он не одинок. И киевляне, родившиеся в Киеве, с дня рождения и по жизни находясь с ним, так же к нему относятся, так как он к нам относится. Так, пускай будет сданно. Дай Бог, Толенька, и вот этими вашими словами, завершая сейчас нашу встречу в моей киевской скромненькой студии, и будем надеяться, что те, кто нас услышит, будут молиться за здоровье великого футболиста, великого тренера, прекраснейшего человечища Олега Петровича Базилевича. Напоследок хочу сказать краткие слова, имеющие уши услышит. И слава Богу! Ваш Дэви Аркадьев, Киев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok